1290 шумкенских медработников получили первую повышенную зарплату. Утверждённую правительством надбавку начислили тем, кто задействован в борьбе с коронавирусом. Если прибавить среднюю зарплату, то врачи получили от 380 тысяч до 1 миллиона тенге. «8 миллионов 700 тысяч тенге выделены на выплаты 27 шумкенским медикам из первой группы. Для 845 врачей, фельдшеров и медицинских работников из второй группы предусмотрено 258 миллионов 300 тысяч тенге. Ещё 51 миллион 300 тысяч выплатят 421 медику из третьей категории». Медработники инфекционных стационаров получили надбавку от государства в 20-кратном размере минимальной зарплаты. Это 850 тысяч тенге. Сотрудники провизорных стационаров и скорой помощи могут рассчитывать на надбавку в 425 тысяч тенге. Врачи, медработники карантинных стационаров, водители бригад скорой помощи, а также специалисты лабораторий, работники СЭС, непосредственно участвующие в проведении противоэпидемических мероприятий, работники приёмных отделений экстренных стационаров получат надбавку 212 тысяч тенге. Одними из первых надбавку получили фельдшеры. Вызовы скорой в режиме ЧП заметно увеличились. «Я почти 10 лет здесь работаю. В специальных защитных костюмах мы каждый день выезжаем на вызовы. Работаем практически сутками в усиленном режиме. Борой даже времени нет пообедать. Спасибо за поддержку для нас». Благодарят за поддержку и врачи городской инфекционной больницы. «Я работаю в инфекционном отделении. Домой мы не уходим. Нам выделили специальное общежитие. Работаем. Нам президент выделил надбавку. Спасибо большое за это». Надбавку медицинские работники будут получать в течение трёх месяцев. На случай заболевания страховая выплата составит 2 миллиона тенге. В самом страшном случае смерти от коронавируса близким родственникам медработника выплатят 10 миллионов тенге. Анастасия Новикова, Монтай Оельбеков, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «Отрар». Оставайтесь дома.